всем привет вы смотрите youtube канал александр плющева меня зовут татьяна фельгенгауэр и здесь я представляю проект кто такой сегодня поговорю с сергеем жирновым шпионом самым настоящим посмотрим насколько подробно он будет отвечать на вопросы прежде чем начнем напомню что будет здорово если вы подпишитесь на канал и поставить лайк синенькая штучка за мной это моя мое первое удостоверение кгб и получилось 518 страниц у всех есть мифы по поводу шпионажа по поводу разведки по поводу кгб по поводу неигальной разведки ну условно говоря я паразитирую последнее время да я был не просто активным я был суперактивным гиперактивным человеком вы знаете я вспоминаю свое детство я обожал ходить в строем иностранные языки в школе мы учили как мертвые языки как у меня детство было очень счастливое за исключением того что меня чуть в 14 лет не удушил слевко анатолий слевко серийный убийца и вот я подтверждаю что это было реально мы жили два месяца при коммунизме в москве в отдельно взятом месте из которого убрали всех москвичей и это только я вообще еще рассказываю только очень маленький кусочек из моей жизни то есть самое страшное слово которое было представлено космополития я типичный представитель убежденного космополитизма но если не распилят на кусочки то отправят дипломатической почте в москву и посажет посадят как навального сергей олегович когда говоришь человеком с такой насыщенной разнообразной биографии хочется спросить вот по вашим собственным ощущениям а что является делом вашей жизни что самое важное вау хороший вопрос субботу утром с утра только встал и сразу так философски да для чего ты вообще живешь вообще зачем все это нужно класс татьяна вы молодец вообще от черта узнает не знаю не знаю это вообще строго говорят не нам решать а потому что мы конечно себя можем себе придумать какие-то картинки красивые да вот там путин считает себя вообще посланником божьим который может изменить судьбы планеты всей вообще он хочет даже уничтожить планету земля вот у меня такой претензии нету вот у меня претензии есть жить так как мне нравится раз так как мне приятно 2 используя максимальным образом все свои таланты и способности и для того чтобы что-то из этого получилось чего это получился из этого это не мне судить вот и так сказать вот последнее время скажем так локальная задача историческая которую я себе ставлю это быть свидетелем ушедшей эпохи да потому что несмотря на то что путин пытается восстановить как бы там какой-то сковок какой-то вот я считаю что это эпоха эпоха ушла абсолютно вот и остается еще не так уже не так много людей которые способны об этом рассказать тем более моего уровня не в том смысле что по глубине там какой-то а по месту который я занимал я работал в самом секретном подразделении службы внешней разведки в управлении нелегальной разведки кгб вот и людей которые могут об этом рассказать кроме меня сейчас помогли не осталось потому что до этого вот мой начальник юрий ванши дороздов писал книжки выступал где давал интервью вот и у него безусловно конечно массив информации о в этой работе 3 порядка на 10 порядков больше чем у меня вот но вот так вот изнутри рассказать о том что это было за машина как она работала рассказать вот сейчас могу практически я один это вот такая локальная локальная задача ну и плюс вы знаете у меня когда я покупал свое свой первый дом во франции он находился такой деревушке это было девяносто третьем году маленькая девушка в сабоне и там такая бабушка значит мне его продавала продавала очень по дешевке потому что никто из ее родственников не хотел от нее брать наследство этот и она чтобы наказать своих неблагодарных значит племянников и кого там детей а вот решила продать его мне за копейки там буквально вот и мы с ней разговорились она чрезвычайно интересная старушка и был 93 года она жила одна полностью автономная вот и мы стали с ней сравнивать свои такие жизни ощущения какие-то и она рассказала что она всю свою жизнь прожила вот в этой деревушке и выезжала из нее только два раза один раз я не помню даже по какому поводу а второй раз она ездила куда-то соседнюю деревушку типа километров за 30 на свадьбу каких-то роз и она вот тогда по французски мне сказал что я ездил вот за границу и спасила какая за граница и вот выяснилось что за граница для нее это вот 30 километров проехать в той же области где потому что ты своей деревне она просто никогда за 93 года не не выезжала только два раза вот а у меня таким образом я вот понял что есть такие люди у которых в общем ну жизнь проходит вот ну по-человечески в том месте где они родились где жили их родители где жила их семья и они оттуда никогда в жизни не выезжали у них в общем строго говоря вот когда мы с ней разговаривали она говорит ну у меня ничего не происходило она рассказала какие-то семейные истории а вот у одного там корову украли другой там наоборот там что-то у него хорошо вот а у меня все наоборот у меня значит у меня постоянно какие-то истории происходят вот я тогда понял что в общем это надо как-то это стоит стоит того чтобы рассказать да но при этом все-таки что является главным для вас так и не очень понятно если вы говорите что я свидетель значит ли это что ну условное жизнеописание и фиксирование происходящего изложения вот это для вас самое важное и если да то в какой момент вы поняли что надо не только собирать информацию но фиксировать и распространять скажем так это я понял где-то 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 про себя то я это понял поздно да потому что собиранием информации я занимался довольно рано и распространением публичной информации я тоже начал заниматься довольно рано потому что меня восемьдесят втором году когда я еще был на пятом курсе мгимо привела одна из моих преподавательниц на телевидения на шаблоку передачи французский язык да и таким образом и я там с восемьдесят второго года по девяносто шестой год отработал до тех пор пока президент ельцин не отдал нтв гусинскому а гусинский почему-то решил закрыть нашу программу вот хотя она была самой смотрибельной тогда вне нтв потому что мы делили с нтв тогда четвертый канал вот и нтв начинала утром и заканчивала вечером а мы сидели сидели там весь оставшийся день вот и на российских университетах передачи иностранные языки это была самая смотрибельная передача вот но гусинский решил ее закрыть по этому поводу прекратилась моя такая публичная деятельность журналистская вот и преподавательская и тогда я на некоторое время вышел из вот этой из рассказов каких-то из передачи информации а потом она возобновилась тогда как у меня возник конфликт со службой внешней разведки когда они попытались меня получить обратно потому что я оттуда уволился на втором году тихо спокойно вот а потом в девяносто пятом шестом седьмом году они стали меня туда сильно сильно брать обратно захотели мне не хотелось обратно идти вот и мне пришлось устроить публичную историю такой полускандал вот и на фоне этого дела я вышел в интернет создал тогда свой первый блок или сайт в девяносто восьмом году на котором рассказал кусочек этой истории вот и с тех пор значит я вот сижу в публичном пространстве потому что новые способы распространения информации появились я был не повезло в этом смысле потому что таким сложным путем вынужденным путем так сказать я вошел в эту новую сферу вот а потом продолжил во франции заниматься вот последнее время тем же самым чем занимался в россии то есть я работаю на телевидении на французском на разных каналах и с 2019 года и я пишу публикую книги потому что писал то я их давно вот опубликовал свою первую книгу потому что я слишком поздно понял что во франции если у вас нет книги к вам вообще серьезно не будут относиться как бы серьезно ничего не рассказывать ничего себе как-то немножко не справедливо ну это так это так это такая причем эту книжку вы можете издать и ее может купить там два человека то есть вы вы можете купить 10 экземпляров подарив всем вашим друзьям там или 100 экземпляров зависимости от того какой у вас там круг друзей вот это без разницы то есть она может вообще не продаться но главное чтобы она была зарегистрирована в национальной библиотеки французской потому что все книги которые выходят во франции регистрируются обязательно получает и сбн и обязательно регистрируется в национальной библиотеке имени франсуа митерана вот и если она у вас такая есть то все к вам уже начинают относиться как серьезному человеку эксперт вот а дальше получилось получилось так что вот началась война во время этой войны у меня запланирован был выход моей биографической книжки и она стала сразу сразу очень очень популярна это биографическая книжка когда вы пишете про себя это же всегда ужасно интересно а кого вы собственно на этой книжке представляете некий такой ну не витринный образец и сергея жирнова но вы же сами определяете какого сергея жирнова увидят ваши читатели поймут ваши читатели заинтересуются каким сергеем жирнова ваши читатели кого вы им показали разведчика наблюдателя романтика прагматика я им показал разведчика то есть вот если мы будем смотреть значит нет вот это мой синенькая штучка за мной это моя мое первое удостоверение кгб и на нем моя фотография 30 летний когда мне был 30 лет недавно если даже больше это 80 80 седьмом году это была сделана фотография значит тогда мне был там что там математикой 87 начнем было 26 лет а вот и это вот на книжку мы взяли эту фотографию с этой с этой ксивы кгбшной но ее издатель раскрасил и значит придумал название он по-французски назвал его что что является абсолютно вот переводом буквальным переводом слова разведчик разведчик и по-французски это в нем есть игра слов потому что это разведывать и это освещать как называется осветитель да или обозреватель да вот вот это слово по-французски все все вот такое несет и вот это мы вынесли причем я был против этого названия потому что я считал что она ничего не говорит французам а оказалось мой издатель был прав и что это правильное название но хорошо сыграл а дальше в самой книге а дальше в самой книге дальше было вот мы с ним спорили значит как все это делать потому что я считал что надо рассказывать биографию очень подробно потому что на самом деле во франции очень слабо знают что такое советский союз изнутри вот знают витрину советского союза да ну вот то что когда компартия там газеты юмонитер рассказывал жорж марше и не нет какие там еще генсеки то были я уже забыла теков французских вот но не знаю что такое советский союз изнутри потому что очень мало людей до ездила для того чтобы не просто поездить по музеям тертийков смотреть крема и так далее а вот пожить посмотреть вот этого не абсолютно не хватало и мне хотелось это подробно объяснить это тем более что у меня жизнь такая насыщенная и у меня было много много интересных встреч в моей жизни вот я говорю издателю своему давай сделаем три книжки значит 20 лет 20 лет и 20 лет вот как у Дюма три мушкетера там три мушкетера потом 10 лет спустя потом 20 лет спустя вот он говорит нет 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 это плохо потому что это не работает первую книжку купят вторую книжку половина из тех кто прочитал первую а третью книжку может вообще не купить или прочитают там 10 процентов из того кто купил первую я бы давай две книжки сделаем 30-30 потому что такая можно разделить две эпохи там получается 30 лет девяносто первом году мне было 30 лет девяносто первом году развалился кгб развалилась коммунистическая партия советского союза развалился советский союз и дальше началась новая эпоха российская нынешний вот и было символически вот мне мне казалось что две книги будет нормально вот он говорит нет нет я буду одну книгу я говорю но я хочу туда много рассказать пока нет проблему сколько хочешь только и пиши и получилось пятьсот восемнадцать страниц я ему говорю но это ужасно совершенно вот я себе представляю этого читателя который приходит в книжный магазин видит толстую толстенную книгу и смотрит там 500 страниц говорит о я я не они это сливе слишком много он говорит слушай ты слушай меня я знаю я знаю свое дело у меня ты уже не первый кого я издаю вот поэтому будем вот хочет написать 500 страниц сделаем 500 стоит никаких проблем вот и оказался он во всем оказался прав все мои ощущения оказались не работающими а его знания издательского дела оказались работающие да 500 страниц никаких проблем но мы сделали такие маленькие главки то есть то есть там 50 55 или 5 глав все они коротенькие и по этому поводу это история и это история разведчика в первую очередь и эта история нет это не история разведчика это история разведчика на картинке потому что ну я тоже боялся писать эту книгу сам потому что у меня это была третья книга а первую книгу которого я сам написал начало истории разведчика она сделала я ее сделал слишком сложной и ее читали но мне говорили что знаешь сложновато чего-то я побоялся написать вот эту книгу 1 и еще потому что ну вот если один пишет что как бы такая очень странная работа потому что сам по себя вроде рассказываешь такая нарциссическая работа получается да самоупоением занимаешься вот и поэтому я взялся автора и мы сделали так я ему рассказывал а он это записывал и когда он значит выдал мне это и плюс он француз то есть у меня все таки хоть и хорош французский язык но не родной то есть я ошибки делаю какие-то вот хотя писать умею и люблю а вот и он значит написал 270 страниц я его прочитал и мне понравилось но только наполовину к тому что вот он как раз захотел рассказать о разведчике то есть у него получилось так что он начинает свой рассказ практически с 18 лет и заканчивать тогда когда заканчивался закончился кгб а чем вы хотите рассказать когда вы говорите о себе ну то есть такое ощущение как будто бы разведчик это важно но это не то чтобы не все но не определяющее это не то что не определяющий это очень важная часть потому что ну во первых она всех интересует потому что это секрет это вот все у всех есть мифы по поводу шпионажа по поводу разведки по поводу кгб по поводу неигальной разведки от всех интересует поэтому конечно понятно что это такая центральная часть, на которой, ну, условно говоря, я паразитирую в последнее время, потому что так сказать, это кроме меня рассказать никто не может. Но получилось так, что я на самом деле хотел рассказать про страну и про человека, который гомосоветикус, который родился в Совке, вырос в Совке, рос в Совке и завербован был в КГБ, попал в секретную службу, работал на нее. И вот как этот Совок пришел вот в нынешний момент и почему он выступает теперь на украинских каналах и критикует Путина и его войну. Вот это было бы непонятно, если бы не рассказать всю историю. И плюс всякие интересные перипетии из этой истории. И вот я ему, своему автору сказал, знаешь, получилось так, что вот как будто меня 18 лет с Марса какого-нибудь там забросили в Советский Союз, потом сразу там что-то там КГБ, а после того, как КГБ распался, меня опять улетел куда-то я на Марс. Вот его книжка получилась такая, его вариант. А вы себя определяете именно как гомосоветикуса? Нет, нет, я себя не определяю как гомосоветикус, но я не могу отрицать того, что я родился в Москве в 61-м году при Никите Хрущеве. Вот и жил там половину жизни при Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачеве. Вот, поэтому, значит, когда вы 30 лет, там, я не знаю, варитесь в соку совка, вы не можете не быть затронутым этим совком. Вот, и поэтому, конечно, было интересно, и действительно, и больше того, понятно совершенно, что я в школу ходил в советскую, то есть в 7 лет октябрёнком, там, в 9 лет пионером, в 14 лет комсомольцем, и потом в КГБ в 20, сколько там, в 3 или 4 года, в 4 или в 5 лет. То есть, а вы можете назвать себя каким-то не то чтобы верующим, конечно, это странно, наверное, звучит, но таким настоящим коммунистом, воспитанным в коммунистической традиции идеологии человек, который верит в эту идеологию. Ну, если, там, октябрёнок, пионер, комсомолец, а потом ещё и КГБ. Вот, вот это было самое интересное. Вот это как раз я и хотел показать. И, в общем, в итоге я переписал его 270 страниц и добавил ещё столько же. Получилась книжка в 518 страниц. И в этой книжке я рассказываю, что ну, конечно, я родился в Советском Союзе. Да, по этому поводу, конечно, там меня окружал Совок со всех сторон. Вот, но этот Совок довольно интересный Совок. Потому что, допустим, я обратил внимание, вот когда просто даже там ему рассказывал про своё детство какое-то, он говорил, ну, чего, чего-то вот вы там в детстве, вы же там это, сразу, наверное, там, соски в детском, и в язлях, вам уже там Ленин, Сталин, Маркс, Энгельс, там, и так далее. Я говорю, нет, ты знаешь, вообще-то до школы, вот, лет до семи, пока нас там в октябре отне приняли, я вообще-то читал кого? Андерсона я читал, Марка Твена, там, я не знаю, сказки народов мира. Гайдар, наверное, читали. Да, ну, естественно, естественно, советские какие-то книжки, да, там, приключенческие, фильмы смотрели, детские советские, да, про войну много, там, всякого смотрели. Вот, но если смотреть по литературе, которую мы читали, то мы, вот, я, по крайней мере, читал литературу всего мира, то есть сказки народов мира, всего. У меня были Калевала, там, финские сказки, украинские народные сказки, русские народные сказки, Андерсона, я вам сказал, Братегрим, Шалперо, там, и так далее, и тому подобное, да, и получалось, что на самом деле у меня было огромное количество международной литературы, и если посмотреть, а дальше в подростковом возрасте добавился Александр Дюма, какой-нибудь там, Виктор Гюго, там, кто там еще из «Приключений» были, Мак Твен, Канан Дойль, Жюль Верн, Жюль Верн, вот-вот, вот я вспоминал Жюль Верна, да, и получалось так, что вот, когда я приехал уже во Францию, когда я здесь уже жил, то, в общем, очень большая часть культуры, литературной, у нас с французами абсолютно одинаковая, и, то есть я себя не ощущаю абсолютно человеком, который не понимает, о чем они говорят, да, потому что больше того, уже дальше в молодом возрасте, там, в школе, даже в институте, мы уже, наверное, там читали, там, Бальзака какого-нибудь, там, да, еще там, что-нибудь, Альера, Сида, там, и прочие всякие вещи, вот, и вот это получалось, что это совсем вразрез с той калькой, которая у людей возникает, что вот если человек родился в совке, то вот он как северные корейцы, да, он кроме чучхе ничего не знает, да, вот у них чучхе, да, вот, а у нас вот этот совок, Маркс Энгельс, на самом деле, в детстве практически меня не затронул. А что касается уже отрочества, и, ну, как бы с возрастом требуется уже больше лояльности и больше активности. И я так понимаю, что вы, в общем, были довольно активным молодым человеком, в том числе по политической партийной линии. Да, я был не просто активным, я был суперактивным, гиперактивным человеком, вот, потому что, ну, мне повезло во многих вещах. Во-первых, я родился в Москве, то есть столице нашей Родины, да, потому что это накладывает отпечаток, все-таки хочешь, не хочешь, вот, а, допустим, там, с самых ранних детских лет, несмотря на то, что мои родители переехали в Зеленоград, то есть 40 километров от центра Москвы, да, мы и от школы, и с родителями не вылезали из театров московских. То есть, ну, понятно, что в то время детские какие-то театры, да, но вот, допустим, школьные каникулы, вот мои стандартные школьные каникулы, любые, это сразу абонемент, и каждый день я еду в какой-то московский театр, бывает даже в два раза, в два раза. Вот, это первое. Второе. Мои родители переехали в Зеленоград, а Зеленоград — это силиконовая долина Советского Союза. Это центр электроники, это закрытый город, в котором только предприятия и научные центры по электронике, и поэтому там абсолютно иная социология, чем вот просто, там, я не знаю, в обычном стандартном районном центре и в Советском Союзе. То есть там концентрация интеллектуальная была на порядок выше, на два порядка выше, чем в среднем по Советскому Союзу. И самое главное другое, это я понял только спустя много лет, что то, что при Хрущеве и Брежневе поняли то, чего не понимали при Сталине, то, что никакая наука и никакая электроника не будет развиваться, если их всех сажать в шарашку. То есть шарашку расширили, таким образом, это была уже там не та шарашка, которая в круге первого у Солженицына, а это большой город, и в этом городе можно было говорить о чем угодно. Все равно звучит довольно ужасно. Нет, это... Все еще. Очень большая шарашка, внутри которой можно говорить. Вот это достижение. Нет, но это достижение по сравнению со всем Советским Союзом остальным, потому что Советский Союз — это вообще одна большая шарашка, 22,5 миллиона квадратных километров, одна шестая часть суши, из которой нельзя было шаг вправо, шаг влево стрелять без предупреждения. И за границу нельзя ни въехать, ни выехать без разрешения специального КГБ или партии правительства. А по отношению к этому Советскому Союзу, я о чем хочу сказать, что вот в остальном Советском Союзе была там пятая служба КГБ, если у вас была книжка Солженицына, вас сажали на пять лет. Сам факт содержит того, что у вас была книжка Солженицына. А вот Зеленограде Солженицына можно было носить там открыто по улицам. Ну, не носили, конечно, условно, но сам издат там ходил так, как ходила газета «Правда». И сам издат нам читали больше, чем газету «Правда». Это к тому, в какой обстановке я жил, так сказать, родительской, семейной и так далее. Вот, но в школе, безусловно, конечно, как только мы пришли в школу, как те оксибрята, звездочки, пятерки и так далее, и там собрания какие-то, звеньевые какие-то и прочие всякие дела. Но, вы знаете, детям вообще-то в любой стране это нравится. Вот вся эта бодяга, над которой мы даже сейчас насмехаемся, вот то, что у Путина там, их все одели в военную форму, и они там ходят с троем. Вы знаете, я вспоминаю свое детство, я обожал ходить с троем и мечтал о вот такой военной форме, настоящей, или какой-нибудь морской форме, потому что это же театр, на самом деле. Да, дети любят играть в театр. И нам показывали фильмы про войну, где все входят в форму, и мой там один из самых любимых фильмов детских был сын полка. А что такое сын полка? Там 10-летний мальчик, которого одевают форму, и который ведет там какую-то там войну, и увешан все, весь медалями. И потом это было в разведке, то есть тоже какого-то мальчика, который там где-то там ходит и занимается каким-то таким делом. То есть это было понятно, что вот эта вещь такая эмоциональная, которая нас окружала, тогда, кстати, было мало телевизора, мы ходили в кино, кино было дешевое, 10 копеек сеанс. Если кто забыл, значит, ну, зарплата моих родителей была в то время, там 150 рублей, инженеры, старшие инженеры, значит, на двоих это 300, то есть 10 копеек, это, в общем, копейки. И поэтому из кино мы тоже не вылезали. А вот к моей тете, когда я ездила в Ахангельское, там у них клуб, потому что там подмосковная деревня, подмосковные поселки, там сеанс детский 5 копеек. И поэтому мы ходили там, вот сколько хотели, столько и ходили, потому что это было просто очень дешево. Но в какой-то момент вы же понимаете, что это не театр, это не игра в переодевание, это жизнь в условиях репрессий, в условиях попытки подавить личность, в условиях, ну, совершенно нечеловеческих. Нет, 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 Татьяна, вот это вот я с вами тут не соглашусь абсолютно, потому что это у вас взгляд интеллектуальный. Из нашего времени на то время, когда мы жили внутри этой системы, ни о каких репрессиях мы ничего не знали, ни о каких репрессиях никто не говорил, никого из наших, вот из моих ближайших людей, никто не подвергался никаким репрессиям. То есть это абсолютно вещь, которую мы узнали только, вот большинство советских людей узнало при Горбачёве после перестройки, когда начали публиковать всю ту литературу, которая не публиковалась до этого, а мы в Зеленограде это читали до этого. Я сейчас дойду до того, когда у меня началось переосмысление. Но вот ощущение того, что мы живём в репрессивной стране, у меня в Зеленограде никогда не было, абсолютно никогда не было. Единственное, что у меня было, это то, что вот мы не могли ездить за границу. Да, и вот у меня мама ездила в ГДР, а папа ездил один раз в Болгарию. Это вот максимум того, что они тогда это достигли. А в остальном, значит, иностранные языки в школе мы учили как мёртвые языки. Вот если бы мы учили латынь или древнегреческий, это примерно было то же самое, что английский, французский и немецкий. Не с кем было, кроме учителя и своих окружающих товарищей, разговаривать на этом иностранном языке. Но, кстати, иностранные языки это был один из моих самых больших интересов. То есть получается, что у вас было такое очень счастливое советское детство? У меня было абсолютно счастливое советское детство без тени подозрения о том, что мы живём в какой-то ужасной стране и в ужасной системе. Потому что я жил в Парниковом, в городе Зеленограде, где все магазины были наполнены до самого последнего времени, где было московское снабжение, где была очень активная культурная жизнь. Плюс Москва рядом, все театры, все музеи активные. Бабушка у меня жила по материнской линии в Архангельском, там, где был музей Юсуповых. Она работала в санатории Министерства обороны, то есть обслуживала генералитет высший. И там была дача Косыгина. И мой там второй дядя, то есть новый второй муж моей тёти, работал в девятке и был киномехаником в семье Косыгина. То есть вы понимаете, что никакого ощущения, что и папа мой занимался альпинизмом, горным туризмом, и сделал так, что он организовывал детские и юношеские лагеря от своих предприятий, на которых он работал. И мы каждый год на два месяца уезжали на Кавказ и на Чёрное море. А Зеленоград — это ещё к тому же, ну такой, ну как бы понятно, что это новый город. То есть там не было ни одного старого здания, кроме разрушенной, полуразрушенной церкви. И всё. То есть это полностью с нуля построенный, начиная с 1958 года, город. И он был построен немножко лучше, чем обыкновенные вот эти многоэтажки, многоэтажки, которые высмеивались потом в уровне судьбы. Да, потому что эти многоэтажки вот не рядами просто стояли, а там вокруг лес был, то есть всё это зелено, было красиво. И это город молодой, то есть Зеленоград — 150 тысяч, из которых 50 тысяч каждое воскресенье на лыжах. Вы представляете, что такое? Вот в воскресенье вы выходите, весь город, ну, грубо говоря, все, кто могут там физически себе это позволить, все на лыжах, на коньках где-то там вот. У меня детство было очень счастливое, за исключением того, что меня чуть в 14 лет не удушил Сливко, Анатолий Сливко, серийный убийца, знаменитый в Неваномысске. А во всем остальном у меня было абсолютно счастливое, замечательное детство. Вот и больше того. Я прошу прощения, можем остановиться на этом моменте? Это у меня как бы даже личное в чем-то. Это что такое было? Это отдельная история. Это, значит, поскольку мой папа был вообще очень большим энтузиастом альпинизма и горного туризма. Причем с самого начала, то есть сначала это с конца 40-х годов. То есть все знаменитости альпинизма, там, Абалаков, там и прочее, все его были приятели. Вот первая экспедиция на ЭВС советская, это, ну, молодежь там, он ее не знал, но все организаторы, это все его бывшие там приятели по альпинизму и по туризму. И когда он организовывал эти лагеря, это была, кстати, классная история, потому что, если я не знаю, вы не застали, наверное, это дело, вот, а в советское время там была такая, китайский календарь, то есть вы, когда уходили в отпуск, каждый день, каждый год с двигом на месяц. То есть если вот в этот год, в январе, в следующий феврале, то есть, грубо говоря, за 12 лет вы только три раза можете летом куда-то уйти. Вот. Ну, потому что, чтобы все не уходили вместе, потому что закрыть предприятие нельзя было, и поэтому, значит, вот организовали такой перерастающий текущий график. А поскольку папа организовал вот этот лагерь, то мы всегда ездили летом с родителями. Вот. И это было очень-очень классно. И там он познакомился. Значит, мы ездили в Старопольский край, Карачаево-Черкесский автономный округ. Значит, ну, это... У нас там был такой ущелье, совсем маленькое, незнакомое, ущелье Большой Лобы. Там почти ничего не было, там было три или четыре посёлка. И вот когда-то это были лесорубы. Кстати, я понял, что раньше там был ГУЛАГ. Это я вот понял, там 40 лет спустя, что там были лесоразработки, там работали зэки. Вот конкретно посёлок Загидан, в котором у нас был этот самый лагерь, там были старые бараки. Я понимаю, что вот теперь, что это были бараки, раньше просто вот там была просто колония. Вот. Мы туда ездили, замечательные места, и оттуда переходили через границу, в Грузию, и затем в Краснодарский край, в Сочи, в Адлер и так далее. И там он познакомился однажды с такой же группой, вот как нас, там проходила просто группа молодёжи во главе с молодым парнем, которого звали Анатолий Сливко, но они познакомились, сказали, вот он там живёт, в Невиномейске, он там местный был, недалеко. Невиномейск, это такой химический зеленоград местный, там есть большое предприятие химическое, которое градообразующее. Вот. И ему удалось всё то, что моему папе не удалось. Мой папа хотел бы этим заниматься, вот этими горными делами, целыми днями, а ему приходилось работать инженером на зеленоградских предприятиях, только там раз в год, на два месяца, уезжать на Кавказ. А Сливко, значит, он создал клуб, городской клуб туристский, и, так сказать, он числился на этом заводе, каком-то там Азоте, но, в принципе, он занимался освобождённым, как бы освобождённым человеком, который занимался только этим. Вот. И плюс он был мастером спорта по альпинизму и по горному туризму. А папа у меня только самое большое, что достиг первый разряд по альпинизму, а дальше мама ему сказала, что нельзя, я тебя не пущу, потому что они все кончают плохо, и все альпинизмы. Вот. В общем, папа мой завидовал этому Сливко, а Сливко завидовал папу, потому что папа из москвича и знает там всех старых-старых альпинистов все его приятия. В общем, у них получилась дружба, и стали они переписываться, и клуб этот Сливко переписывался с моим папой, поздравлял его со всеми праздниками. А Сливко был очень популярной личностью, его приглашали довольно часто на всякие СМИ, в том числе в центральные советские, в Москву, и когда он ездил в Москву, он у нас там пару, тройку раз останавливался дома. То есть реально там в нашем доме. Всем папе он очень сильно нравился, а мама его терпеть не могла. Вот она его просто ужасно. Но я для себя это объяснял просто тем, что она как бы ревновала, наверное, папу к нему, потому что когда Сливко приезжал, то папа только с ним разговаривал, и вообще это там были разговоры двух трехнутых на альпинизме и на горах людях, куда третьим лицам доступа не было. Я думал, что вот мам просто ревновал. А потом в 1975 году как-то мои родители не смогли поехать с нами на Кавказ, потому что и папа, и мама поменяли работу, и не успели еще перевезти вот этот лагерь на новую работу. А мне было обидно, потому что я привык к тому, что каждый год ездить на Кавказ. И папа говорит, ну вот у Толи Сливко там есть свой лагерь, давай я тебя пошлю там в августе месте к нему, он тебя готов принять. Отлично, давай, прекрасно. И единственное, что он странно говорит, знаешь, у нас не было, вот когда мы уезжали на Кавказ, это тоже ответ на ваш вопрос, на два месяца у нас там не было вообще никакого ни коммунизма, ни пионерии, ничего. То есть мы были одеты в спортивные костюмы, и все, и занимались только песнями у костра, и то есть там пели Висбора, там, я не знаю, Суханова, Галича, Высоцкого, кого угодно, но только ни порсоветской армии, и никаких пионерских, комсомольских вещей там не было. Хотя мама числилась, она была партийная, она была членом партии у меня, и она числилась там типа комиссаром. И там какие-то отчеты писали о том, что там было комсомольское партийное собрание. Вот, но на самом деле ничего не было. И это было такое место, где не было ни телевизора, ничего, и даже кино там не было, и клуба не было. То есть мы на два месяца вообще уходили просто в лес какой-то, в горы, и отключались от всего вот этого, то есть этот совок вообще на два месяца бы исключался. Вот, и это было тоже довольно интересная вещь. А вот Сливков, он, значит, там их одевал в пионерскую форму, делал какие-то пионерские сборы, и поэтому, когда я туда ехал в 75-м году, мне сказали, возьми там пионерскую форму. Вот, а я вообще был активным человеком, значит, я тогда уже вступил в комсомол очень рано, и меня тогда уже избрали председателем совета дружины моей школы. У нас школа была большая, то есть у меня дружина была 1400 человек. То есть я стал полковником 14 лет, пионерским, но был комсомольцем. Вот, а поскольку я был комсомольцем, а он мне говорит, возьми пионерскую форму. А я думаю, ну ладно, я пионерский галстук до 10-го класса носил, до 9-го класса носил, потому что я был этим представителем совета дружины, до 9-го класса включить. Вот, и летом-то не хотелось его носить, ни пионерскую форму, ни галстук, это в общем понятно, мы ходили все цивильные формы, нормальные, в одежде. Вот, ну взял я эту одежду. И он организовал сбор, и, значит, парадная форма, и плюс еще он говорит, слушай, у тебя красотки какие-то старые, давай вот я тебе дам ботиночки, вот у меня есть новенькие, начищенные, хорошие, вот они лучше подойдут к твоей парадной форме. Вот, ну надел я эти ботинки блестящие. Вот, а после сбора он говорит, слушай, вот у меня есть такая вещь секретная, ну вот я думаю, что тебе могу доверить, потому что ты парень проверенный, вот москвич, комсомолец, там пионер, специалистов дружины. Вот, у меня есть секретная программа с Министерством обороны и с КГБ о изучении возможностей человеческого организма. Значит, вот ты знаешь, вот у нас тут во время войны здесь были немцы, мы были оккупированы, значит, здесь пионеры-герои, ну и вот всякую такую бодягу мне рассказывал, и говорит, что вот мы, значит, готовимся к следующей войне, потому что, конечно, когда-нибудь она будет, к сожалению, вот, значит, империаристы нас окружают, и поэтому надо знать, вот как там будущие пионеры-герои, как вот они смогут, если их там начнут пытать, выпытывать у них секреты, вот как они будут реагировать, как их организм будет реагировать. Например, у меня такая секретная программа, медицинская, вот все это на полном серьезе, я вообще, глаза загорелись, секретная программа, класс. Вот, и я говорю, отлично, давай, давай. Он удел меня в лес, вдвоем мы с ним ушли туда, явно было, что он туда не первый раз уже ездит, и он, значит, начал, ну там разогревались сначала, все это, он записывал, ну все посерьезно, то есть не хватало только белого халата ему надеть, и очков, чтобы это вот было, выглядело как медицинский эксперимент. Вот, и дальше он, в общем, в итоге начал меня душить, не руками, а каким-то там галстуком, не галстуком, шафа какого-то. Вот, и в итоге я потерял сознание, а когда очнулся, ну немножко болело горло, там голова болела, вот, он меня там откачал, напоил чаем, и сказал, что вот все нормально, там, так сказать, ну, а я был страшно расстроен, потому что я потерял сознание, так сказать, не оправдал доверие, вот, и все это дело, он заставил подписать мне бумажку, что все надо в секрете хранить, никому, даже родителям нельзя рассказать, вот, и все, я вернулся, и все, и забыл благополучно про это все дело. А потом, когда я уже учился в Краснодаре на институте КГБ, это было уже в 86-м, наверное, году, или в 85-м, в 86-м, в 86-м. В 85-м, потому что, по-моему, в 85-м уже его арестовали. Нет, его арестовали в декабре 85-го года, а узнали это все дело, вот, значит, я узнал это в сентябре 86-го года, потому что в сентябре 86-го года вышла огромная литературная, статья в литературке, значит, на два разворота, на две полосы литературки, значит, что-то там маньяк какой-то, или в связке с маньяком, что-то в этом роде было, вот, и, значит, выяснилось, что, оказывается, Сливко за 25 лет своей деятельности, вот это, или там за 20 лет, по крайней мере, семерых детей удушил и расчленил, и убил, вот, и вообще снимал все это на камеру, и вообще он маньяк страшный, убийца, и, но он, кстати, не был насильником, то есть, он не насиловал детей, он не был педофилом в сексуальном смысле этого слова, то есть ему доставляло сексуальное удовлетворение не акт какой-то с ребенком, а рассматривание смерти ребенка, он был микрофилом на самом деле, вот, и все это дело, когда я прочитал, ну, естественно, меня еще и кондрайта не хватило, я понял, мимо чего я прошел, как близко я находился к тому, чтобы перейти в мир иной в 75-м году, вот, потом мои родители почитали, они вообще, то есть, они, он к нам в семью приезжал, то есть, он был другом семьи, там, я не знаю, там, папа к нему приезжал в Дневномыск, думали даже эти лагеря организовывать вместе, вот, то есть, ну, вообще все это дело узнали, ну, и узнали, что его там в 89-м году расстреляли. Вот такая история была со Сливковым, а в остальном у меня было очень классное детство. Отличное, отличное, отличное завершение истории. Да, вот так я спасся от маньяка, а в остальном у меня было классное детство. Нет, вы же сами понимаете, что даже этот эпизод, я вот понял, мимо чего я прошел только в 86-м году, то есть, я даже, когда его пережил, этот эпизод, я его не рассматривал абсолютно как вот маньяка, который вот пытался меня удушить, убить. То есть, я вообще участвовал в замечательном эксперименте под эгидами Министерства обороны, вообще, пионер-герой, то есть, медаль хотели, хотел, медаль, вот, а они его не дали, потому что я потерял сознание. Сергей Олегович, вот, очень как-то все это звучит, что вы были юношей, очень таким романтично устремленным, желающим как-то себя проявить, показать, быть в чем-то героем, скорее даже в литературном смысле, да, нежели в военном. Вас легко завербовали на такой волне? Меня легко завербовали на такой волне, потому что, естественно, не только литературное, но и киношное все, то есть, мы насмотрели всяких там Штирлицев, подвигов героев, там, Ошибка резидента и прочих всяких шпионских фильмов, которые чрезвычайно интересны, а также детские фильмы, я, кстати, обожал там Кваланги на дне, какие-нибудь там, Юнга со школы, со шкуны, Колумб и прочие всякие военные тайны, Судьба пионера, вообще любимый фильм, Судьба пионера, 56-й год, любимый фильм, абсолютно я его обожаю, вот, и смотрел тысячу раз, и могу смотреть еще тысячу раз, и, конечно, романтика была, плюс, когда я поступил в МГИМО, там пошли какие-то разговоры, потому что там у нас были дети чекистов, и МГИМО набирают в контору довольно много людей, в разведку, вот, пошли какие-то разговоры, там, чтиво какое-то началось, Тасу полномочен заявить, там, ну, вся эта эпопея проштирлится, это, конечно, все это дело очень было романтично, и плюс, я понял, когда начал общаться с французами, что, в общем, меня довольно легко могут принимать человека за носителя языка, хотя, в общем, я никогда в стране не жил, но, в общем, довольно часто мне французы говорят, а как так, а акценты нет никакого русского по-французски, когда ты говоришь, а некоторые вообще просто меня принимали за француза, и это было, и вот тогда я понял, а, если, значит, могу за француза, значит, вот как Штирлиц, которого принимали за немца, а значит, я могу там в нелегальной разведке, это вот где-то у меня там уже подспудно идея зрела, вот, и она созрела в результате двух случаев, первый случай, это вот допрос любимого Владимира Владимировича в 80-м году в Олимпиаду, а второй случай, когда я из Зеленограда из закрытого города, учащийся в ГИМО в закрытом институте, послал телеграмму в Париж на французское радио для того, чтобы, значит, там дать ответ на лингвистический конкурс, вот, ну, в общем, на меня спустили собаки, собак КГБ, нашло меня, но поняло, что я просто очень хочу, очень люблю французский язык, французский, а до этого, кстати, точно так же я любил английский язык, вот, и что пора мне просто предлагать работать, и когда они мне предложили, я, конечно, согласился, потому что понятно, что меня брали бы не вертухаем в ГУЛАГ, да, то есть вот меня не брали бы там кому-то там, как следователя хвата там, я не знаю, усложениться, надо допрашивать и выбивать показания на Лубенке, вот, а меня брали, вот, в ТАСУ полномочен заявить, в Штилице меня брали, вот туда меня брали, поэтому я, конечно, легко сбросил. А вот первый эпизод, который вы упомянули, допрос, это вообще произвело на вас впечатление, ну, вы молодой человек, и тут вот такое. Ну, конечно, произвело впечатление, потому что когда вас привозят на Лубенку, ну, правда, меня там не на Дзержинского привезли, а на Кузнецкий мост, у них там был приемный КГБ на Кузнецком мосту, и первичные дознания и допросы проводились там обычно, когда еще не знали, что вы, то есть вы, у вас еще нет статуса обвиняемого или подозреваемого, просто вы так, как свидетель. И это была Олимпиада, то есть вообще вся история, она такая была тоже романтическая, потому что Олимпиада в 80-е, в декабре 79-го года Афганистан, советские войска входят в Афганистан, поэтому президент Картер объявляет бойкот Олимпийским играм московским, то есть такая холодная война ужасная. Москву освободили от жителей на это время. Кстати, хрущевское предсказание сбылось, потому что Хрущев говорил, что нынешнее поколение советских людей в 50-е годы будет жить при коммунизме в 1980-м году. И я подтверждаю, что это было реально. Мы жили два месяца при коммунизме в Москве, в отдельно взятом месте, из которого убрали всех москвичей, там детей отправили в пионерские лагеря, родителю всех в отпуск убрали, там не было никого. Вот как вот, помните, когда в 12-м году Путин, его инаугурацию снимали. Пустой город. Абсолютно пустой город, вот такая, как фантастическая сцена, где в Москве вообще никого нет, ни машин нет, ни людей, никого, и только едет этот кортеж, значит, по Калининскому проспекции, потом в Кремль. Вот примерно такая же Москва была во время Олимпиады. В магазинах было все, не было никаких очередей, все было по госсценам. Икра черная 10 рублей 50 копеек килограмм. Официально. Да, красная 5 рублей 45 копеек килограмм. Вот там салями финской, исландская селедка, Кока-кола, нет, Кока-кола не было, пепси-кола была и фанта была. Вот, и прочие всякие деликатесы, любые. Булыки какие-нибудь там, сухокопченые колбасы, чего угодно, буженины, вещи, которые люди там в Советском Союзе их даже не ели никогда в жизни. Мы-то москвичи еще ели, это мы и помним, да, но даже для нас какие-то вещи, которые мы уже стали забывать, которые там в 60-е годы они еще были активно, вот, а уже там к 80-му уже магазины победнели. Вот, и я работал на справочной службе, был очень недовольным, потому что надеялся работать гидом-переводчиком с какой-нибудь делегацией, с реальными, с французами, желательно, конечно. А это не получилось. Посадили нас на справочную службу 09, а она находится на Арбате, ну, на Калининском проспекте, напротив роддома Горова Ирмана, в котором, кстати, я родился. Вот здесь историческое... сейчас этого здания уже нет, его снесли. Да, его снесли, гады, гады, несмотря на то, что там были какие-то подписи, народ собирал, потому что в нем много известных людей родилось. Вот, я там случайно оказался, потому что просто наш роддом был закрыт, и меня туда привезли. Ну, маму привезли, а я в ней был. Вот, и, значит, сидели мы, изнывали от скуки, потому что, в общем, никто не звонил, глупость была абсолютно, это справочная служба, потому что, как вы сами понимаете, у каждой делегации был свой гид-переводчик, ГБшник, вот, и если надо было задать какой-то вопрос, ему задавали, или там ей. и вдруг звонит какой-то человек, я снимаю трубку, это была моя смена, и, значит, говорю, чем могу я вам помочь, а у него первый вопрос был, о, как здорово, как интересно, а как это у вас так получилось, что вы француз работаете с советскими на этой службе? Я думал, здесь советские люди сидят, отвечают, а я говорю, я никакой не француз, я советский студент, ну, нет, не может быть, я слышу, у вас нет никакого акцента, вы говорите по-французски, как я, я говорю, да нет, я студент, я во Франции никогда, ну, сами понимаете, как приятно, когда вам француз начинает такое говорить, и дальше у нас остановилось время, время за Мари, и мы два часа с ним трепались по телефону, а справочная служба, это обычно вам звонят, вы спрашивают телефон, вы даете телефон, это длится 20 секунд, если 30, то вот на настоящий 0,9 на службе, 30 секунд, это уже нарушение графика, то есть там надо давать справку, желательно за 15 или за 20 секунд, потому что там, чем больше, тем лучше, вот, а мы два часа, и я даже не понял, что вот вокруг нас образовалась толпа народа, прибежала начальница, заместитель начальника, начальник по режиму, там все, и они же не понимают, о чем речь идет, потому что речь идет по-французски, а я там с ним хохочу, там еще чего-то, то есть, ну, видно, что человек вообще получает массу удовольствия, вот, они все испугались, потому что что-то такое непонятное, позвонили в КГБ, и когда, значит, мужик этот говорит, слушай, давай встретимся в городе, там, выпьем кофе какой-нибудь, пообедаем, вот, я ему заученную фразу сказал, нет, 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 у меня там бабушка больная в больнице, сегодня еду в больницу, а завтра у меня дедушка больной в больнице, к нему надо, а послезавтра у меня дядя больной, а послезавтра тетя больная, причем у меня все больные родственники, вот, и, ну, потому что нельзя было просто с ним встречаться, несанкционированный контакт это называлось, вот, и повесил я трубку, и тут меня в кабинет к начальнице, а там уже стоит маленький человек в сером костюме, достал он свою книжу, сказал, следуйте за мной, садил меня в Черную Волгу, и за пять минут довезли до этого Кузнецкого моста, и потом два часа он меня допрашивал, оказалось, это был капитан Владимир Владимирович Путин, я-то не знал, что он в Ленинграде служил в КГБ, что просто на Олимпиаду, их всех там мобилизовали, там КГБшников было больше, чем спортсменов, да, то есть, грубо говоря, там мобилизовали там больше 25 тысяч КГБшников, и московское управо, и центральный аппарат, там не было столько народу, и поэтому из периферийных органов, территориальных КГБ, значит, на несколько месяцев их, значит, всех мобилизовали, и вот выполнено на него, что он меня допрашивал, вот, он на меня, конечно, произвело впечатление, когда вас привозят в эту самую штуку, но с другой стороны, Татьяна, я не знаю, вы насколько знакомы с НГИМО, с системой НГИМО, то есть, в брежневское время, то есть, вот у меня на курсе учились кто? Андрюша Брежнев, внук Генерального секретаря ЦК КПСС, Наташа, по-моему, Потоличева, внучка министра внешней торговли и еще при Сталине и при Лени, да, несколько сыновей, дочерей, членов ЦК, Лена Лукьянова, вот не та, которая Елена Лукьянова сейчас геополитик и эксперт, а другая Лена Лукьянова, которая начальница союзного, начальника союзного ГАИ, вот папа, и она приезжала каждый, каждый утром на папиной Волге, которые отдавали честь все милиционеры Москвы, потому что это самая большая, его машину узнали лучше, чем машину Брежнева, это не изначально. Ну, то есть вот такая, и по нынешним временам вот мои однокурсники кто? Вася Небензя, значит, Володя Потанин, Боря Титов, ну вот, вот, ну вот. Ну, понятно, что с такими однокурсниками, с такими однокурсниками допрашивать вас, конечно, должен Путин. И, значит, это я к тому, что, конечно, в ГИМО мы себя ощущали королями жизни. Ну, то есть, когда у вас такие однокурсники, понятно, что допрашивать вас может только лично Владимир Путин. В общем, все сходится, один к одному. Вот видите, это, и это только, я вообще еще рассказываю только очень маленький кусочек из моей жизни, да, потому что в пять лет, допустим, или в шесть лет меня корнил плюшками Алексей Николаевич Косыгин. Потом, там, в Краснодарном институте моими преподавателями были, там, всякие, там, Джорджи Блейки и Кими Филби, да, вот. Ну, то есть, жизнь вот такая, да, у меня нет, нет вообще, я вот недавно вам рассказал про эту старушку французскую, да, у которой вообще в жизни ничего не происходило, да, у которой просто вот семья и все, и деревня. Там у меня целыми днями какие-то вот такие штуки. Ну, Путин, на самом деле, он на меня не произвел большого впечатления, потому что МГИМО, это золотая брежневская молодежь, мы были наглые, просто до ужаса, да, и это был третий курс уже, то есть, там все уже состоялось, то есть, все, мы считали себя королями жизни, потому что МГИМО, это был лучший вуз, самый престижный, это не был лучшим вузом, потому что, конечно, там, физтех или МГУ был на порядок выше по образованию, ну, за исключением языков, то есть, МГИМО очень хорошо давали языки, вот, и немножко там чего-то еще, там у нас, допустим, философия была, кстати, довольно интересно, у нас самый неформальный предмет была философия, вот, но в любом случае, ощущение было того, что мы аристократия советская, и самая-самая большая аристократия, поэтому какой-то КГБ в сером костюме пытается от меня что-то там получить, это вообще на меня не хватает, какого впечатления произвело, и я его развел, ну, я уже рассказывал эту историю, там, люди, которые интересованы в деталях, они могут пересмотреть мои интервью, я дал долгое, длинное интервью, два с половиной часа у Марка Фейгина, вот, на моем канале, там есть ссылочка, вы можете посмотреть это дело, и все это, потому что в любом случае, на этом времени не хватит, мы уже там с Татьяной уже больше часа разговариваем, а еще ни о чем, ни о чем не рассказали, вот, это была первая вещь, и, вот я вам уже говорил, что у меня там дядька работал у Косыгина в охране, и был его киномехаником, и поэтому, естественно, я тоже ему сказал, что вот у меня такой был инцидент, и, судя по всему, там что-то там одно, звонок какой-то от Косыгина был, вот, поэтому никаких последствий у меня не было, но в поле зрения КГБ я, безусловно, попал, а через 4 месяца, значит, и после олимпиады я начал слушать активно французское радио, его не глушили, потому что оно было по-французски, про французский мало кто говорил вообще в Советском Союзе, и в Москве, вот, и поэтому я организовал себе такую абсолютную жизнь французскую, я слушал радио как будто бы, если я был в Париже, а у этой РФИ, радио Францентраль Националь, у него, они организовали конкурсы, в основном для африканцев, кстати, они в основном вещали на африканских континент, и чтобы зафиделить своих слушателей, они, значит, их заманивали какими-то там конкурсами, и победители получали пластинки, там, футболки, майки, рюкзачки, ручки, там, кружки с названием этой радиостанции, вот, и слушал я это дело, слушал, а конкурс заключался в том, что берут какое-то слово, разбивают его на буквки, и говорят, вот вам надо найти там глагол, состоящийся из этих букв, или там, причастие, прилагательное, или там, имя существительное, вот, и я все это дело слушал, слушал, а как-то был такой, довольно много, большой набор, и было наречие, а наречие, в общем, можно слово, на самом деле, сконструировать, аналитически можно подойти к этому делу, то есть, вот, на речи, это во французском языке, как правило, четыре последние буквы, это м-и-н-ти, но, и, значит, раз у вас уже четыре буквы задействованы, да, и дальше как-то, в общем-то, так случилось, что это получилось самое длинное по-французски слово, которое довольно тяжело выговаривать даже по-французски, антиконституционный, то есть, антиконституционный, оно и по-русски, в общем, не просто его выговорить, и оно тоже длинное, вот, и мне не пришло в голову ничего лучшего, как, значит, это было в воскресенье вечером, то есть к 12-ти где-то ночи воскресенья какого-то там 6-го декабря или 5-го декабря, я вообще не помню, я, значит, нашел это слово, и когда я его нашел, я не мог себе представить, что я не могу его никуда отослать, вот, но если я его послал бы открыткой, то открытка бы не дошла, письмо не дошло, потому что я уже тогда знал, как все это дело работает, вот, и я решил послать ее телеграмму, я пошел в этом нашем городе, Зеленограде, закрытом, на главное почтовое отделение, которое находилось от меня там 100 метров, работает круглую ночь, круглые сутки, ночью прихожу я туда, там никого нету, спят эти бедные почтальоны, вот я говорю, я телеграмму в Париж хочу отправить, они, значит, дают мне бланк, это международный телеграмм, я его заполняю, там, Радио Фон Сент-Ансеналь, там, конкурс, значит, закрытое секретное слово, и это вот, антиконституционно, антиконституционно, и все, и даю эту самую штуку, она мне там насчитала 3 рубля 30 копеек, то есть, это почти буду бутылка водки, которая стоила 3,62, вот, и она на самом деле, как я выяснил, эта тетенька не выполнила инструкцию, инструкция, она должна была сказать, что если в Зеленограде хотят послать телеграмму международную, куда-то там, в страну НАТО, в западный Европ, она должна была сказать, у нас, вы знаете, сейчас пошлем, но вот у нас что-то временно не работает аппарат, мы его сейчас починим, нам минут 15, наверное, надо, а сама там отошла в соседний кабинет, позвонила в КГБ, и там ребята приедут, разберут, какую телеграмму человек посылает, а они это не прорюхали, все это делали, они сонные были, в воскресенье, ночь, первый раз в жизни, наверное, кто-нибудь там посылает телеграмму во Франции, в Зеленограде, и они послали мою телеграмму, я ушел благополучно домой, и то, чего я потом не видел, о чем мне потом КГБшники, мои друзья рассказали, что значит, все-таки они там дорюхали, позвонили, и минут через 15-20 к ним приехало там несколько черных волк, и всю ночь их допрашивали, кто, откуда, как выглядит, почему, как они нарушили инструкцию, почему не позвонили, и что это стало, и вот люди не понимают, насколько серьезно, мы с вами можем смеяться, сейчас, в 23-м году, это был Советский Союз, 1950-й год, мы только что пережили бойкот Олимпийских игр, холодная война, идет война в Афганистане, из закрытого наукограда, зеленограда уходит телеграмма в Париж со словом антиконституционно, я даже не знаю, о чем вы думали, когда вы это все затеяли? Я ни о чем не думал, ни о чем не думал, я думал о том, как я счастлив был, что я нашел это слово, и как мне получить мои диски, мои диски и футболки, радио Флосантана сюда, вот, в общем, все это дело, естественно, они начали искать, и самое главное, что в понедельник утром, в 7 утра, это было доложено главному дежурному по центральному аппарату КГБ, в 8 утра, это прочитал лично Юрий Владимирович Андропов, вот, что в зеленограде ЧП, непонятная телеграмма в Париж, значит, то ли диссидент, то ли шпион, какая-то кодированная телеграмма, антиконституционно, то ли там готовится переворот, то ли готовится манифицизация, ничего не понятно, но страшно, вот, и люди не понимают, что на самом деле вот шпионы, они, их мало, это вот российские шпионы, там Путин отчитывается, что 4 тысячи шпионов они в год ловят, на самом деле это туфта, настоящих шпионов, там 10 человек, или там 5 человек за 10 лет, вот, и тут вдруг такая телеграмма из зеленограда в Париж, то есть для КГБ это было абсолютное ЧП, и потом они мне все рассказывали, что, в общем, они стояли на ушах, и 48 часов они мне объявили мой фоторобот во всесоюзный розыск, я был самым разыскиваемым человеком в Советском Союзе, на контроле лично у Андропова, лично у Андропова стоял, ну нашли вы этого человека, который послал кодированную телеграмму в Париж, нашли, вот, разобрались и предложили работать мне в КГБ, вот так вот я очевидился в КГБ. Родители, наверное, были в восторге? Родители были, ну, родители уже привыкли к этому делу, да, потому что я там на первом курсе МГИМО писал какую-то штуку в ЦК КПСС, и ко мне в воскресенье приезжал инструктор, нет, ЦК ВЛКСМ, и ко мне как-то в воскресенье приезжал разбираться по этой писульке инструктор ЦК ВЛКСМ, то есть родители вообще мои были, были уже не первый раз с такими штуками связывались, вот, но поскольку я поступил в МГИМО, в моей семье я был чуть-чуть выше, чем Иисус Христос, вот, для моей бабушки, то есть для моей бабушки, она верующая была, очень-очень сильной, вот, и когда я поступил в МГИМО, я был чуть-чуть выше Иисуса Христа, а Иисус Христос был вторым, после меня, поэтому мне прощалось всё абсолютно, я мог там, я не знаю, делать всё, что угодно, никто не ругал, на меня ходили, там, щупали, и вообще думали, что вот что-то, что-то невероятное в жизни происходит. Вам, когда, когда вас, вот смотрите, вас завербовали, и дальше начинается какая-то новая жизнь, или на самом деле нет, и это кажется, что всё, всё обнулилось, всё заново, всё отныне таинственное, загадочное, и немножко страшное. Да, всё обнулилось, всё абсолютно обнулилось, потому что до этого вы занимались, красивой, конечно, какой-то, интересной жизнью, а теперь всё в 10 раз интереснее, 10 раз секретнее, потому что, естественно, об этом ничем нельзя разговаривать, ни с друзьями, ни с родителями, встречи в гостиницах, подпольные какие-то, то есть, на самом деле, конечно, эта романтика вот тогда началась такая, супер-пупер, вот, а дальше начались задания, потому что я когда работал с иностранцами, надо было отчёт какие-то писать, надо было там, чего-то там, собирать какую-то информацию про них, то есть, в общем, это довольно интересная штука. Но, вы знаете, ещё, прежде чем об этом рассказывать, важно, наверное, рассказать вот, как я стал антисоветчиком. Давайте, это в какой момент произошло? Вы знаете, вы будете смеяться, это произошло в 15 лет. Значит, вот когда я был представителем Совета Дружины своей школы и, значит, комсомольцем активным, у нас, к нам вернулся, в девятом классе нам дали нового учителя истории, Пётр, чего-то там, отчество, я забыл его, Горелик, его звали Пётр, чего-то какое-то у него такое сложное отчество, и он организовал исторический кружок. А тогда вне классной работы, то есть, у меня был кружок английского языка и там ещё чего-то, и математики, и лыжи, и вот исторический кружок. И, значит, он собрал нас на первое заседание этого кружка и сказал, слушайте, вот, значит, вы, я там, отобрал лучших учеников, там раз был человек 10, он сказал, ну вот, там, рассказывать мне по заученные тексты из учебников, это все научились, да, вот свои пятёрки у вас есть, никаких проблем в этом смысле нету, но, как вы сами понимаете, история, это совсем не это. и давайте вот мы на нашем кружке будем заниматься несколько другими вещами. Вот в учебниках обычно вам выберут какую-нибудь цитату из статьи Ленина и, значит, вы её заучите и будете, повторите мне, я вам поставлю пятёрку, замечательно. А давайте вот мы почитаем работы Ленина в, так сказать, в тексте. И какой-то такой вот не просто работа, вот не то, что мы на заседаниях тоже в комсомольских собраниях, там, вот не речь Ленина на каком-то там съезде в ЛКСМ, который знали все, наизусть там, учиться, 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 как завещал Великий Ленин. Вот не это. А какую-то такую серьёзную работу он дал. И дополнительное задание было взять сборник решений КПСС в решениях съезда в конференции и пленума ЦКЦК. И, значит, начал я читать эту самую штуку, а это было там за какие-то двадцатые годы. Начал я читать эти решения съезда в ЦК и ЦК, пленума в ЦК, и вдруг смотрю текст, который там 70 лет тому назад был написан, а его вот хоть сейчас на газету правок. Причём не в том смысле, что там всё хорошо, а что вот какие-то проблемы, и я вдруг понимаю, что, ребята, а это вот 70 лет прошло, а те же самые проблемы, и вот хоть сейчас в газету правда, и они до сих пор не решены. Да, то есть потом я уже понял, что наш этот самый Пётр Горелик, он на самом деле был диссидентом, и он заставил нас просто думать, и он заставил нас читать вот не то, что в учебнике написано, что просто заучил, от барабанного получил пятёрку и пошёл в радость, а подумать о том, что стоит за всем этим делом. И за этим делом стояло самое главное другое, что модель коммунистическая, которую после революции предложили стране, не работает. Потому что если 70 лет спустя на новых съездах, вот на 25-м съезде, на 26-м съезде, абсолютно теми же самыми словами ставятся те же самые проблемы, говоришь, а вот этого мы ещё и не сделали, а вот это... Значит, система не работает. И вот я тогда стал антисоветчиком. Но, как вы сами понимаете, я не стал кричать об этом на улицах, не стал писать листовки и не ходил делать манифестации на Красной площади. Вместо этого вы, Сергей Олегович, пошли в КГБ. Очень логично. Да, вместо этого я пошёл сначала в МГИМО по рекомендации райкома КПСС, а потом пошёл в КГБ. Решили изнутри систему менять? Да, я решил... Вы знаете, вы будете смеяться, я решил... Нет, на самом деле там было ещё хуже. Я решил, что вот эта система пошлёт меня за границу, а там мы посмотрим, вернусь я оттуда или нет. Ах, так какой вы коварный человек! Так вы просто думали, как... Но вы же вернулись? Нет, я не вернулся. Я вот уже 25 лет живу в Париже. Нет, не вернулся. Никуда. При первой же возможности. Ну, нет, не при первой возможности. При второй, третьей, четвёртой, пятой, десятой. То есть 10 лет у меня сначала я просто ездил туда-обратно, хотя мог оставаться. Я и говорю, что всё-таки вернулись. Сначала всё-таки вернулись. Почему? Ситуация-то изменилась. Ситуация изменилась уже при Горбачёве. То есть при Горбачёве перестройка, вот эта гласность, всё это дело начали открывать границы. Начали открывать общение. То есть всё понятно, что уже... И, кстати, мне было понятно, что всё идёт к концу. Почему-то люди не видели, что всё идёт к концу. Я всё дело видел, откровенно. Писал даже, даже в КГБ, кстати, писал, что Горбачёв всё неправильно делает, потому что надо ширше открывать границы. Больше, выше. А потом просто появилась возможность просто спокойно ездить туда-обратно. Поэтому зачем... Иммиграция – это очень неприятная штука, на самом деле. Потому что начинать с нуля в чужой стране – это всё довольно тяжело. Хотя у меня, конечно, совсем другая система, потому что для меня Франция – такая же родная страна, как и Россия. Я говорю по-французски, я знаю культуру французского, у меня здесь много друзей, я здесь всё знаю, точно так же, как знаю всё про Россию. И у меня абсолютно без разницы ни культурно, ни из-за кого, нечеловечески Россия или Франция. А дом ваш где? В России или во Франции? А дом мой в моей голове. Мой дом в моей голове. Всё своё ношу с собой. «Ом не а меа, ме кум порту». И мой дом – планета Земля. Без границ и без государственной границы. То есть самое страшное слово, которое было представлено – космополит. Я типичный представитель убеждённого космополитизма. То есть я вообще считаю, что если посмотреть на небо и на Вселенную, и на галактики, то мы такая маленькая точечка, что делить эту планету Земля на какие-то государства, на какие-то там отдельные страны – это просто огромная человеческая глупость. Поэтому я ощущаю гражданином мира, а даже лучше солнечной системы, даже нашей галактики. Ну, то есть и статус политического беженца никак не ущемляет вас, не ограничивает и ни о чём не напоминает, скажем так. Нет, ограничивает и ущемляет, потому что я, откровенно говоря, никогда не ожидал после Горбачёва и после Ельцина, что когда-нибудь вернётся вот это. То есть что я стану политическим беженцем после распада Советского Союза. То есть вот это, конечно, абсолютный нонсенс и абсолютно шокирующая вещь. Во Франции сам статус защищает, потому что он статус международный, это международная конвенция женевская 51-го года. Он меня защищает лучше, чем если бы у меня было гражданство. Я, поэтому, французское гражданство сначала хотел, потом расхотел и не взял. Этот статус мне ничего не ограничивает почти по работе. То есть единственное, что я не могу быть бюрократическим чиновником в Министерствах и верностях французских. Но по контракту я могу работать хоть в Министерстве обороны, хоть в Министерстве внутренних дел, где угодно. А вот чиновником штатным я не могу. Всё остальное то же самое. Всё остальное то же самое. Даже документ беженца, по которому надо ездить, ну единственное, что он 5 лет действует, а раньше даже 2 года. А в остальном то же самое. То есть такая же книжечка, как французский паспорт, с такой же названием Republiec Francaise, французская республика, европейский плаг. Просто написано, вместо паспорта написано документ беженца. А что для вас означает быть беженцем? Это означает просто, что в моей стране произошёл, можно сказать, какой-то странный переворот политический, и что моя страна перестала быть для меня страной, которая меня защищает. Наоборот, стала страной, которая меня преследует. И надо обратиться к какой-то другой стране, чтобы она меня защитила от моей страны, которая меня преследует. Вот что это означает. И это означает, что я не могу приехать в Россию, это означает, что я не могу общаться ни с какими государственными чиновниками российскими, не могу ходить в консульство и посольство, потому что иначе со мной может произойти то, что произошло с Хашуги в Саудовском консульстве в Турции. Там мы просто оттуда не выпустить. Ну, если не распилят на кусочки, то отправят дипломатической почте в Москву и посадят, как Навального в тюрьму. А если я вернусь, допустим, в Россию, то меня сразу спасают в тюрьму. Вот что мешает. А в остальном и, соответственно, ощущение, что есть опасность даже в той стране, в которой я живу и в которой я свободно высказываю свои критические взгляды на путинский режим и на войну в Украине, и на прочие всякие вещи, что сюда пришлют какого-нибудь там бугового или там шипигу то ли с полониям, то ли с новичком, то ли еще будущее. А вам часто бывает страшно? Нет, мне страшно не бывает. Знаете, я вам расскажу свой самый большой кошмар. Вот у меня бывает иногда кошмар, и этот кошмар такой. Значит, я во сне понимаю, что каким-то способом, значит, то ли под чужой фамилией, то еще как-то я приехал в Россию. И все нормально, а вот завтра мне надо уезжать, я вдруг понимаю, что вот меня не выпустят обратно во Францию. И я себе, кошмар заключается в том, что я говорю, какой же ты дурак, что ты туда согласился поехать, что ты вот поверил в это дело, и что, ну какой же ты идиот, что ты туда приехал, зачем тебе, жил себе спокойно в нормальной стране, и вот тебя потянуло там какой-то ностальгия какая-то разбило, потянуло каким-то корням, захотелось подышать каким-то московским воздухом и так далее. Это вот самый большой кошмар, который мне снится ночью. А в остальном никаких проблем нет на самом деле, потому что вот люди, которые уезжали в эмиграцию в 20-е годы, в 30-е годы 20-го века, они понимали, что они всегда уезжают, что вообще все. И тогда не было никакой связи, то есть тогда телефоны даже не работали. Тогда телевизоры какие-то маленькие были, то есть очень мало информации они получали. А сейчас вот мы с вами ведем допустим там зум, я сижу в Париже, вы еще где-то. Какая разница, вот если мы сидели, мы точно такой же зум могли вести, оба находились в Москве. Но мы не можем там находиться, и в этом разница, мы не свободны в своих передвижениях. Ну, на самом деле, вы знаете, я посмотрел Москву, как она перестроилась и как она изменилась за то время, когда я оттуда уехал за 22 года, да, это уже не мой город, это вот город, который я не знаю, то есть я в нем не жил, и страна Россия, путинская, это не моя страна, потому что я ее уже не понимаю до конца, да, и это, кстати, чувствуется, потому что мне люди говорят, ну, ты уже все, ты уже западник, ты у тебя уже совсем другие мозги, ты уже ушел от нашей реальности, ты там не понимаешь, ты еще, и больше того, вы знаете, на самом деле, вся эта ностальгия, это очень смешно было, это было смешно в самую первую поездку, потому что почему-то у россиян, они все убеждены, что березки русские, это только в Москве, там, в Питере, там, и в средней полосе России, этих березок, да, до чего угодно, в Германии, во Франции, в Канаде, где угодно, в любой стране, вот у меня там, в Альпах, на моей деревушке, где я живу, там есть кусочек, который вот абсолютно березки, там, подберезовики растут, подосиновики растут, вот, если... Вы свою березку нашли и во Франции? Конечно, конечно, никаких проблем, то есть, если вот там по березкам соскучился, ради бога, вон там есть лесок березовый, пошел, там, я в весеннем лесу пил березовый сок и пей его сколько угодно, с ненаглядной пивой, в стогу ночевал, вот, и все, и никаких проблем нету. А Вы любите петь? Обожаю, обожаю петь. Я в школе пел в трех хорах и отсюда, кстати, вот, может быть, и языки, потому что музыкальное, музыкальное ухо. Вот, и я люблю петь любые, любые песни, и, кстати, песни, это один из способов обладевания языками иностранными, то есть, вот, с этого начинается, кстати, когда вот мне дали изучать французский язык, ему 18 лет, я первое, что сделал, я поехал в магазин мелодии, спросил, а что, какие диски на французском языке? Они говорят, вот у нас есть Мире Мачу. Я не знаю, почему, но почему-то Мире Мачу мне не очень нравилось. Вот, я не знаю, почему, а сгадали... Потому что у меня Александр Мастрыкин. Да, а сгадали просто совсем, совсем не нравится, да. И какая-то тетенька, даже не в центральной мелодии, а какой-то такой периферийной мелодии, сказала, вы знаете, у нас тут есть диск, который давно валяется, его никто не берет, никого не интересует, вот есть какой-то француз, какой-то называется Гибиа. Вот, я взял это самый, большая пластинка, 33 оборота, привез его домой, поставил на проигрыватель и абсолютно влюбился в этого человека. Вот, вы слышали Дольского, Александр Дольский? Есть такой бард, ленинградский, он и из Питера. Ну, грубо говоря, вот если там взять, допустим, там, советских или российских бардов, больше даже советских бардов, то есть это песни под гитару, да, то вот Гибиа... Что такое советские барды, я знаю, да, просто, видимо, больше московских. Вот, это французский бард, то есть, грубо говоря, это песни под гитару и песни, где важнее содержание, чем мелодия и чем голос. Вот, и для языка это было совершенно замечательно. И я стал, влюбился абсолютно в этого человека, в его песни, и слушал их по 30 дней, по 30 раз в день, чем довел до сумасшествия свою семью, потому что, ну, сами понимаете, я-то учу французский язык, а они-то это не учат. Вот, но через месяц моя семья уже могла петь гибиара на слух, всяко. Вот, они мне прощали это делать, то есть, для них это было ужасно совершенно, но они выносили эту пытку, вот, ну, хотя песни, они такие мелодичные, то есть, это не, конечно, не хэви-метал какой-нибудь. Поёте? Вот. Да, пою, конечно, всё, всё, что угодно, пою, и на испанском, и на французском. И сейчас, и можете сейчас напеть что-нибудь из самой первой любимой песни, которую вы учили, на французском? Нет, на французском я сейчас уже не вспомню ничего, хотя время от времени там, они, они, они трудно, трудны к исполнению, то есть, я вот подпевать могу, петь тяжело. Понятно. А что вы для себя чаще всего поёте? У меня нет абсолютно любимых каких-то вещей, у меня всё под настроение, я могу слушать, я всеяден, абсолютно, то есть, вот сегодня я могу там послушать сначала этого самого Гибиара или Жуда Сена, чтобы вот вспомнить какую-то ностальгию советскую, потом после этого я могу попить какую-нибудь Незигареводу Промысла Гнесса, да, украинскую, потом я могу спеть какую-нибудь там английскую что-то, потом я могу спеть что-нибудь немецкое, потом ещё что-нибудь испанское, потом что-нибудь русское из бардов, но вот советские песни, русские песни, это в основном бардовские песни. Я вот люблю Бичевскую, я люблю Суханова, я люблю Бисбора, я люблю Сосского, Галича, и же с ними вот всех там, Городницкого, песни нашего века, вот то, что называется, есть такой сборник песни нашего века, один, два, три, четыре, вот это вот всё моё, то есть вот горное, всё под гитару, вот это всё из-за из туризма, из афинизма, вот, хотя, кстати, мне очень нравится советская ностальгия 50-х, 40-х годов, вот, ну, грубо говоря, не хор советской армии, да, вот не хор советской армии, и не русские народные, потому что русские народные, хотя русские народные в исполнении Бичевска я люблю, вот, а в остальном, Бачурин, мне, например, нравится очень, мой любимый, Евгений Бачурин, певец, Барт, и вот, но, в общем, я люблю подпевать. Соберёмся как-нибудь вместе и споём. У меня есть песня про коня, которую я умею петь, я умею петь только одну, песню про коня. Вот, соберёмся, споём песню про коня. У меня других, других у меня в репертуаре просто нет. И можно я ещё задам очень дурацкий вопрос, он такой прям супер детский. Вот, вас завербовали, вы учились, вы работали, а вы шпион или вы разведчик? Я говорю, что я шпион, потому что я понял довольно быстро, что это одно и то же, шпион и разведчик, что это просто словоблудие, что все занимаются одним и тем же незаконным промыслом и просто для того, чтобы для себя оправдать, что с нашей стороны мы вроде как красивые, всё это романтично и красиво, поэтому мы разведчики, а с той стороны они все негодяи и гады, поэтому они шпионы. Это, кстати, у нас до Уголовного кодекса, потому что у нас есть статья, была статья 64, измена родины в форме шпионажа, то есть смерть шпиона. На самом деле это одно и то же, и по-французски я использую слово espion, то есть шпион, и объясняю, что это вся незаконная штука, и объясняю, почему, кстати, вообще надо бы её запретить, но почему все, кстати, занимаются, во-первых, словоблудием, во-вторых, незаконной деятельностью, все нехорошие, в том числе наши замечательные западные страны, которые считают себя демократией. Вот, но я себе могу и это позволить, то есть я критикую Путина, и одновременно по этому вопросу я критикую демократию. Западные говорю, что они недостаточно демократичны, потому что если быть последовательным, то надо бороться со всеми формами шпионажа, тем более, что они не имеют никакого значения в сборе информации. При нынешней ситуации с теми связями, которые у нас есть через интернет, и личными связями, которые таким образом открылись, когда весь мир связан, и у каждого человека есть смартфон, и каждый человек может по этому смартфону немедленно организовать свой видеоканал, рассказать, что где происходит, и так далее, все эти шпионские службы не имеют никакого значения. Это просто кормушки, это синекуры, для детей или для просто людей, которые хотят играть в какой-то там комплатизм, в какие-то теории заголовок. А сейчас вот вы оглядываетесь назад, вы не жалеете, что вы были шпионом? Нет, я не жалею, вообще ни о чем не жалею. Знаете, почему? Потому что человек не может стать тем, что он есть сейчас, если он не проживет то, что он прожил. То есть вот мой взгляд философский и даже жесткий взгляд на спецслужбы, может именно только потому, что я через них в них прошел, причем в них состоялся, у меня удачная карьера, я дошел там до значимых вещей, поэтому я тебе могу позволить, потому что если бы я не был неудачником, тогда мне говорили, вот ты сводишь просто с счета, потому что ты неудачник. А мне никто не может сказать, ну, из-за членов полных идиотов, что я неудачник, наоборот, так сказать, у меня три диплома самых престижных школ российских, то есть МГИМО, Академия внешней разведки и Национальная школа администрации во Франции, при премьер-министре Франции, из которой выросли четыре президента, в том числе Макрон и Ланг из последних, вот, никто не может сказать, что у меня не состоялась моя карьера и жизнь, и вот мои книжки, которые во Франции, в прошлом году я продал 100 тысяч экземпляров моих книжек во Франции, во Франции считается, что если вы продали 3 тысячи, это уже вы состоялись как писатель, если 5 тысяч, это уже успех литературы, я продал 100 тысяч. Круто, круто, что я могу сказать? Это точно так, но мне помог, у меня литературный агент, моего литературного агента зовут Владимир Владимирович Путин. О, Господи, какой ужас, не дай Бог никому. Да, но он в этом смысле, это ужасно, конечно, да, но вот это понятно, что интерес, конечно, к ним, покупали бы, понятно было, что ими интересовались, потому что шпионаж, Советский Союз, интерес к этому есть, но без войны Путина против Украины я бы столько, конечно, не учил бы интереса. Да, это, наверное, немного горько осознавать. Да, это горько осознавать, это, в общем, горько осознавать и по этому поводу я как бы пытаюсь искупить свою вину за это тем активным вступлением, в том числе на украинских каналах и для того, чтобы показать, что россияне бывают тоже нормальными и что в России не только Дугины, не только Малафеевы, не только Гиркины, Стрелковы, но еще и есть люди вроде нас. Только мы не в России, к сожалению. Да, только мы не в России, но мы душой все равно в России. Потому что, так сказать, мы все равно рассуждаем на эти темы, мы обсуждаем темы истории нашей страны, жизни нашей страны, будущего нашей страны. В этом смысле, конечно, все это остается. Хотя, в общем, я не... Вы знаете, я вывел такую страшную формулу, что слово патриот в 99% случаев синоним фашизма. Когда люди чаще всего говорят патриот, это чаще всего имеется в виду фашизм. Только 1% это люди, которые просто любят свою страну. Я надеюсь, что мы в этом 1%. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам было интересно, вы узнали что-то новое, неожиданное, удивительное. Обязательно напишите в комментариях, что произвело на вас наибольшее впечатление. Так что встретимся где-то здесь в комментариях. Лайк, подписка и буду благодарна, если подпишетесь на мой канал тоже. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова